Привет, мои любимые красотки! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня снимаю для вас видео, которое я обещала. Мы поговорим об ароматах из Магнит Косметик. Все ароматы, которые вы увидите в сегодняшнем видео, были куплены бюджетно. Некоторые из них сами по себе не являются бюджетными ароматами, но они были куплены на хороших скидках. Мы поговорим сегодня о 8 ароматах, и если это видео вам понравится, то обещаю снять для вас вторую часть. Если вам интересно, то оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Я подготовилась, у меня здесь блокнот, в котором выписаны пирамида каждого аромата. Недавно в одном из видео я вас спросила написать в комментариях, необходимо ли читать пирамиду каждого парфюма, и большинство мне ответили, что это нужно для того, чтобы иметь представление о том или ином аромате. И также я приготовила блотеры, на которые буду наносить парфюм. Итак, первый аромат, о котором мы с вами поговорим, который я покупала в Магнит Косметик, это аромат от бренда Versace, Crystal Noir. Давайте сразу нанесу его на блотер и ознакомлю вас с пирамидой. Этот аромат был выпущен в 2004 году, и пирамиды у нас здесь это имбирь, кардамон, перец, апельсиновый цвет, гордения, кокос, сандал и мускус. Во-первых, конечно, хочется сказать об красивом флаконе. Эти крышки это просто отдельное произведение искусства. И из всех кристаллов от Versace этот мой самый любимый. Он вечерний, он парадный, красивый, такой суховатый. Здесь кокос, и кокос, мне кажется, таким сливочно-тягучим. Плюс ко всему я здесь чувствую специи. Но эти специи, они не уводят аромат в восточное направление. Они просто звучат немного суховато, и обрамляют они самое главное. Это цветочный аккорд, который есть в этом аромате. Это гордения. И то есть гордения в обрамлении ванили, в обрамлении кокоса и специй звучит очень красиво. Этот аромат, правда, какой-то нуарный, но это, естественно, не готика, естественно, не лирическое такое направление. Он просто вечерний, и мне представляется такое вечернее красивое платье, каблуки, красивый макияж, возможно, даже красная помада. И мне кажется, что как раз-таки этот аромат станет хорошим дополнением. И это тот самый случай, когда все ноты в аромате, они звучат очень гармонично, хорошо сложено, и его не хочется разбирать на ноты. Просто это такая единая красивая композиция. В меру сладковатый, но не приторный. И вообще у меня здесь нет параллели с гурманикой, то есть он у меня не вызывает прямой ассоциации с едой. Следующий аромат, о котором мы с вами поговорим, это тоже аромат от бренда Versace, только это Versace Ares. Коробка невероятно красивая, как тоже отдельное произведение искусства, и так красиво здесь лежит этот флакон. Вообще я не фанат коробок от ароматов. Многие из них у меня просто хранятся отдельно для того, чтобы они были. Я даже приготовила для них отдельный ящик. Но вот этот аромат хочется хранить именно в коробочке. Пирамида у нас здесь это лимон, бергамот, гранат, цветок лимона, жасмин, настойка жасмина, пион, сандал, амбра, мускус и древесные аккорды. Я тоже нанесу его на блотер. Этот аромат у меня в парфюмерной воде. Я его также тестировала в туалетной воде, но в парфюмерной воде он мне нравится больше. Он все еще остается легким, свежим, но все-таки, как мне кажется, звучит поярче и поинтереснее. В пирамиде у нас не заявлены фрукты, но я здесь почему-то ощущаю спелые, сочные фрукты. У нас заявлен гранат, но, как мне кажется, это не гранат, скорее это даже экзотические фрукты. Также здесь чувствуются белые цветы и цитрусы. Но это тот самый аромат, в котором как бы есть цитрусы, но эти цитрусы звучат полупрозрачно, акварельно. То есть они нам не дают ни явной горечи, ни явной кислоты, просто они здесь есть. И они уводят как раз-таки аромат в более свежее направление. Он свежий, легкий, но, как мне кажется, это не такой банальный свежак. В целом, хороший аромат на каждый день, который будет уместен в любой ситуации, не будет никого раздражать. И красиво он также звучит в любое время года. Это универсальный повседневный аромат в красивом флаконе и в красивой коробке. Следующий аромат, о котором мы с вами поговорим, не так давно я вам уже о нем рассказывала. В видео о бюджетной подборке ароматов это Antonio Banderas Her Golden Secret. Сейчас я найду его пирамиду. Пожалуй, так как я о нем уже рассказывала, я сейчас долго акцентировать свое внимание на нем не буду. Просто в целом ознакомлю вас с пирамидой и со своими впечатлениями. Здесь пирамида богатая. Это бергамот, мандарин, яблоко, персик, горденья, флёрдоранж, черная смородина, пачули, кедр, бабы тонко, ваниль и мускус. Но я вам уже говорила, что из вот этой богатейшей пирамиды я почти ничего не ощущаю. Почему-то для меня это аромат про цветы и мед. Меда в пирамиде нет, но мне кажется, что он именно медовый. И меня он мысленно приносит на пасеку, где цветы, где цветочные пыльца, где пчелки заготавливают мед. И все это в солнечный летний день. Этот аромат, он пропитан просто солнцем, такой приятный, опять же ненавязчивый, женственный. И я вам уже говорила, что он мне очень напоминает аромат Дикий Энвай, Нектар Любви. Нектар Любви он тоже медовый. Конечно, они не клоны, но это одно и то же такое медово-цветочное направление. Следующий аромат, о котором мы с вами поговорим, это мой новый аромат от Armand Basi, который я совсем недавно купила в Магнит Косметик. Называется он Sensual Orchid My Paradis. Он относительно новый, выпущен был в 2019 году. Здесь, конечно, проблема с крышкой, как, по-моему, и у всех ароматов Armand Basi. У меня есть аромат Инред, и там тоже крышечка немножко хромает. Нанесу его на блотер и поговорим о пирамиде. Пирамиды у нас здесь это цитрусы, яблоко, красные фрукты, орхидея, ландыш, фиалка, вишневый цвет, гелиотроп, древесные ноты, амбра и мускус. В пирамиде заявлены цитрусы, и, как мне кажется, в роли цитрусов здесь выступает бергамот. Мне этот аромат немножко напомнил другой аромат, который есть в моей коллекции. Это Dior Addict Fresh. И напоминает он мне старт. Dior Addict Fresh. Опять же, не клоны, но, как мне кажется, ароматы, правда, похожи. Свежее яблоко, именно свежее, оно не дает, опять же, аромату явной какой-то кислинки, просто как раз-таки делает аромат более свежим. Здесь также цветы, красные ягоды. Очень жизнерадостный, нежный аромат, и для меня это аромат весна. Именно не по сезону, а по настроению. Весна во флаконе, вот так бы я его назвала. Первые весенние цветы, весенний воздух, который только-только начинает прогреваться, тоже вполне понятный и свежий. И вы меня просили говорить о стойкости. Здесь аромат, несмотря на то, что он довольно-таки свежий, он на мне стойкий. Но здесь не длиннющего шлейфа. Все-таки мне кажется, что этот аромат сидит довольно-таки близко к коже. В принципе, как и Dior Addict Fresh. Но стойкость это очень субъективный момент. То, что на мне стойко, может быть совсем не стойко на вас и наоборот. Стойкость зависит от многих факторов, таких как какая у вас кожа, в каком климате вы находитесь, при какой температуре вы наносите аромат. То есть стойкость очень субъективный момент. На мне он довольно-таки стойкий. Симпатичный, с легкой сладостью, свежий. Опять же, может быть повседневно. И следующий аромат, о котором мы с вами будем разговаривать, это Elizabeth Arden зеленый чай. Тоже не так давно у меня появился. Давненько я к нему присматривалась, но как-то не доходили руки его купить. Этот аромат был выпущен в 1999 году. У него богатейшая пирамида. Сейчас я вам ее расскажу. Это и ревень, и мяты, и апельсиновая кожура, бергамот, лимон, гвоздика, мускус, жасмин, мох, белая амбра, фенхель, тмин, зеленый чай и даже семена сельдерея. И единственный вопрос у меня возникает, где это все? Я не понимаю, столько всяких ингредиентов, столько всяких нот, но по мне этот аромат очень простой, очень понятный. Это именно зеленый чай. На старте он для меня похож за зеленым чаем из чайной коллекции Bracar. То есть это зеленый чай с имбирем, но затем они идут разными дорожками. Зеленый чай от Bracar все так же остается зеленым чаем с имбирем, а вот в Elizabeth Arden появляются цитрусовые акценты. И когда появляются цитрусовые акценты, такое ощущение, что изначально горячий зеленый чай с имбирем, он становится холодным и более освежающим. Такая история, которая будет приятна на лето, то есть им можно поливаться, он будет работать освежающе. Помимо лета, мне этот аромат понравился дома. Дома мне не хочется носить на себе какие-то сложные композиции, хочется именно чего-то простого, чего-то уютного. Аромат именно приятный, понятный, простой, но несмотря на это он мне кажется каким-то элегантным. Следующий аромат, о котором мы с вами будем разговаривать, это аромат от бренда Lady Gaga. Вот в такой красной коробке он шел и сам по себе флакончик черный. Аромат, который на данный момент считается снятостью, по-моему, в этом году бренд Lady Gaga с производства снял все свои ароматы. Пирамида состоит всего из трех нот. Это фиалка, лайм и кожа. Это очень удивительно, потому что это как раз-таки тот аромат, который по мне так звучит очень многогранно. И у меня такое ощущение, что здесь просто буйство разных красок, разных нот, которые просто сменяют друг друга. На старте этот аромат горьковато-травянистый. Я чувствую здесь крепко-густо заваренный зеленый чай. Знаете, когда зеленый чай крепко-крепко заварить в чашке, он дает некоторую горечь. Но позже аромат становится более сладким, более терпким в то же время и более нежным. Удивительный. И такое чувство, что вот этот зеленый чай крепкий, который был на старте, превращается в черный чай. Появляются какие-то цитрусовые нотки, появляется кожа и появляется древесная база именно из сухих деревяшек. И этот черный чай, он такой уже более прозрачный, менее крепкий, чем зеленый и, возможно, даже с сухофруктами. Интересное звучание. Еще один аромат на тему чая, но, пожалуй, самый нетривиальный. И я бы даже в какой-то степени сказала, что у этого аромата нишевое звучание вот из-за этой его многогранности. У нас с вами остается два аромата, и следующий аромат, о котором мы с вами поговорим, это Масаки Мацушима Мацусакура. Нанесу его на блотер, аромат, который я, по-моему, год назад покупала в Магнит Косметик, и уже треть флакончика у меня сошла на нет. Пирамида. Это личи и груша, и здесь я о пирамиде хочу поговорить с вами сразу и поподробнее. Да, личи и груши здесь есть, но они не дают сладости, они дают аромату свежесть, и в то же время они не увозят аромат в такой банальный компот, что-то типа эскада. Цветок японской вишни, и в данном случае здесь нам представляется сакура, потому что аромат называется Мацусакура. Но мне кажется, что помимо сакуры здесь есть и другое цветение, именно цветение деревьев, возможно, это и цветение яблони, и цветение груши, сладкий горошек. Честно говоря, я не знаю, как пахнет сладкий горошек, но да, в этом аромате есть легкая сладость, но при этом он остается каким-то свежим, возможно, это и есть сладкий горошек. И почули и мускус, почули и мускус появляются в базе, но они здесь звучат очень аккуратно. Аромат свежий, бодрый, ненавязчивый, интересный, и я люблю его летом. И последний аромат, о котором мы с вами сегодня будем говорить, это аромат от бренда Новая Заря, русская красавица. Конкретно этот флакон я покупала не в Магнит Косметик, в Магнит Косметик я покупала предыдущий, точно такой же флакон, и я заметила, что сейчас в Магнит Косметик такая история, что ароматы от бренда Новая Заря я встречаю там все реже, вернее не так, вернее я их встречаю, но это какие-то однообразные ароматы, ничего нового интересного не появляется. Русская красавица. Пирамида, черная смородина, гвоздика, лотос, абрикос, ирис, мускус, жасмин, почули, сандал, ваниль, амбра и кедр. Достойнейший аромат, красивый и вечерний, и не вечерний, правда аромат, за который не стыдно. Нанесу его на блотер, много раз слышала, что его сравнивают с Мид Найт Пуазон, но Мид Найт Пуазон, к сожалению, у меня только в отливается. И могу сказать, что да, они похожи, но русская красавица похожа на Мид Найт именно в базе. Я здесь чувствую абрикос, на мой нос это абрикос в сиропе, помимо абрикоса, конечно же, цветы, ваниль, который не увозит аромат в гурманское направление, здесь такая суховатая ваниль, черная смородина, и, как мне кажется, здесь в роли черной смородины выступают даже не ягоды, а листья или молодые побеги. Вы знаете, весной на смородине появляются молодые побеги, это такие тоненькие веточки, которые с почками, с листьями, вот что-то подобное я здесь чувствую. В базе деликатные сандал, пачули и амбра и древесные аккорды. Потрясающий аромат, у меня с брендом Новая Заря непростые отношения, в плане того, что я немножко сейчас не понимаю политику бренда, и не только я, мое мнение, я знаю, что разделяют многие другие, дело в том, что я не понимаю, например, такие ароматы, подделки или интерпретации других брендов, что-то типа вместо Шалимар, Шалилар, интерпретация Лавея Бель вместо Жадор, Мадор и прочее. Вот можно же делать свои ароматы, которые будут красивыми, которые будут привлекать потребителей, зачем просто скатываться вот в это, когда можно придумывать что-то свое. Плюс ко всему, по поводу ароматов Новая Заря, хочу сказать еще и то, что у них очень нестабильные формулы. Несколько раз было такое, что покупая, например, один флакон, вы покупаете что-то волшебное, что вам нравится, и в следующий раз, покупая этот же аромат, это совсем не то. То есть вообще непонятно, что налитого флакона и как так вышло. Такое чувство, что просто один раз приготовили один аромат, а в следующий раз получилось что-то другое, подумали, ну да и ладно, в общем-то, это и нальем, и так сойдет. Вот такая история, не очень приятная. Надеюсь, что бренд Новая Заря исправится. Все-таки это бренд с большой историей, бренд, к которому я испытываю огромное уважение и симпатию изначально, потому что это отечественный бренд. Но тем не менее, то, во что они сейчас превращаются, неприятно на это смотреть, честно говоря. Мои красотки, я показала вам 8 ароматов из магнит-косметик. Если вы с какими-то из этих ароматов знакомы, пишите свое мнение в комментариях. И также рассказывайте, покупаете ли вы парфюмерию в магнит-косметик, что из ароматов вы там покупали, какой аромат из магнит-косметик ваш самый любимый. Если это видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, не забывайте подписываться на мой канал. Всем отличного настроения и всем пока-пока!